Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, программа об истории города Чебоксары, летопись столицы. Сегодня мы хотим пригласить вас в театр, русский драматический театр. Совсем скоро, в середине декабря, один из старейших храмов искусства республики отметит свой 90-летний юбилей. Самое время вспомнить, когда в последний раз вы были в русском драматическом, переживали за любимого героя и верили, что все будет хорошо. А начиналось все в далеком 1918 году. В этот период на сцене театра ставится пьеса Горького Чехова, Островского, Шиллера, Шекспира, Мольера и других русских и зарубежных классиков. Именно это время зрители называли «золотым веком русского театра». С началом Великой Отечественной войны открывается новая страница в истории театра. С первых же дней войны актеры поставили свое искусство на защиту Родины. Артистами русского театра «Чувашии» были показаны свыше 300 спектаклей и концертов в различных войсковых частях и госпиталях страны. И, конечно, «Чубоксар». А сколько патриотических пьес и постановок было сыграно в деревнях и селах, где зрителями были в основном женщины и дети. Забывая о холоде, голоде и усталости, они верили в победу, верили в своих мужей, братьев и отцов. И беда переживалась легче. Не зря же говорят в народе, что иногда и песня спасти может. Так и есть. За активную военно-шевскую работу приказом Министерства обороны СССР актерам русского театра была объявлена благодарность. После войны труппы театра поселилась в бывшем мочальном складе купца Хлебникова. Склад наспех переделали под нужды театра. В середине 70-х годов театр снесли в связи с подготовкой зоны затопления Чубоксарского залива. А творческий коллектив некоторое время размещался в Доме культуры имени Хузангая. Творческим взлетом в развитии театрального искусства в Чувашии называют период работы одного из первых главных режиссеров театра Евгения Токмакова. В 1937 году он пришел в театр по приглашению руководства уже сформировавшимся художником, воспитанным хатовской школой. Пришел в трудное для театра время и не только сплотил коллектив, сделал живым творческим организмом, но и щедро одарил его своими знаниями, жизненным и творческим опытом. В Доме знаменитого купца Ефремова был организован русский драматический коллектив. Из него и вырос русский драматический театр города Чубоксары. Несколькими годами позже в коллектив любителей влилась группа профессиональных актеров. И на конец 14 декабря 1922 года состоялось открытие первого театрального сезона драматического театра. Эта дата и стала днем его рождения. Труппу возглавил режиссер Иван Андреевич Слободской, принесший в русский театр Чувашии лучшие традиции Александринского театра города Санкт-Петербурга. В 30-е годы Чувашия переживала не лучшие времена, а театр всегда откликался на проблемы народа. На сцене русского драматического театра получает жизнь спектакль Щеглова «Переплав», рассказывающий о трудовых буднях рабочего коллектива. Говорят, что после просмотра спектакля на чебоксарских предприятиях обсуждение постановок стихийно перерастали в обсуждение текущих производственных вопросов. Театр Когда мы работали в Доме культуры Хозангая, это было как раз, по-моему, где-то 90-е годы, лихие. И там после спектакля было немножко страшно уходить, потому что транспорта там нет. То есть был там один автобус, который приезжал к концу спектакля. Если бы мы успевали на него, то хорошо, не успевали. Значит, вплоть до того было, что мы договаривались с нашим автобусом театральным, который нас довозил хотя бы здесь, до центра. Потому что там был такой достаточно глухой район, особенно ночью. Лет пять точно работали, наверное, в Хозангая. Там какой-то определенный свой зритель собирается. Потом мы оттуда переехали. Здесь какое-то время прошло, пока они привыкли, что мы здесь, и стали сюда ходить именно на нас. Какое-то время было так, что они... Где находится русский театр? Мы ходили и спрашивали, и почти никто не сказал. Ну, из прохожих просто. А где на... Никто не знал. Артисты вспоминают, что именно в этот период зритель почти забыл русскую драму. Порой на сцене находилось больше человек, чем в зале. Как восклицал известный театральный персонаж, иные времена, иные нравы. К счастью, и то, и другое меняется. Как только труппа въехала в новое здание, а случилось это в 1988 году, начался капитальный ремонт. Кстати, это здание с колоннами. Одна из выдающихся работ известного архитектора Феофана Сергеева. Было построено специально для филармонии. В оформлении фасадов и интерьеров здания автор использовал чувашские национальные мотивы. Они до сих пор украшают здание. Если фасады выглядели вполне прилично, то внутри пришлось многое поменять. Саму сцену перенесли из старого театра. Липовые доски со стен пришлось снять. Натуральная обшивка, хотя и создавала хорошую акустику, была пожароопасной. Большая люстра по спецзаказу была изготовлена в Гусь-Хрустальном. Там же были заказаны бра и светильники. Они и по сей день украшают стены в фойе и зрительного зала. Работники очень ими дорожат. Гипсовые потолочные розетки со временем заменили на пластиковые. Первоначальной лепнины практически не осталось. Долгое время здесь, под одной крышей, жили и творили артисты русского драмтеатра и театра юного зрителя. Работали по полмесяца. Сначала один театр, потом другой. С 1 апреля 1992 года в состав русского театра вливается труппо-мим театра «Дождь» под руководством ныне заслуженного артиста Чувашской республики Валерия Проворова. Спектакли «Этот странный», «Клоуны и привидения», «Бабочка», «Вопендрёж шоу», «Ха-ха по черному» рождались на сцене русской драмы. Сегодня студийный мимтеатр вырос в Чувашский государственный экспериментальный театр и находится в городе Новочебоксарске. С 2004 года главным режиссёром театра стал Ашот Восконян, ученик известного мастера театра, заслуженного деятеля искусств России Ефима Табачникова. Первые его постановки «Дядя Ваня» Чехова, «Прошлым летом в Чулимске» Вампилова, «Ретро» Галина получили признание не только зрителей, но и профессиональных деятелей театров. С приходом Восконяна обновляется и пополняется репертуар. Он вырабатывает новые формы и приёмы для обогащения сценического искусства и всегда ищет живую эмоцию на сцене, с цирой грани между актёром и ролью. Я приехал сюда в 2004 году, уже как в должности главного режиссёра, а до этого я здесь как-то ставил спектакли. И я помню, что когда я первый раз приезжал, это был какой-то сарай. Но потом сделали полную реконструкцию зрительской части, и сейчас эта часть стала театром. Зритель, когда заходит, вот эта мраморная обшивка, новые абсолютно, эти самые, занавески наши, кресла наши, а полностью сделали половое покрытие, всё полностью. То есть зрительская часть полностью обменяли, полностью. 90 лет тому назад, в 1922 году, 14 декабря, наш театр открыл занавес спектаклем Василиса Милентьевна, великого русского драматурга Островского. Но мы считали, что продолжать эту традицию было бы намного лучше и вернее. Поэтому мы взяли того же драматурга Островского, но другое произведение. Его пьеса называется «Бешеные деньги». Очень современная тема. Спектакль «Бешеные деньги» в театре ставили два раза. В далёком 1950-м и в 1972 году. Нынешняя постановка уже третья. В ней заняты заслуженные артисты Чувашской республики Лариса Родик, Анатолий Бурков, Вадим Валов, Сергей Иовлев, артисты Екатерина Мальцева, Сергей Куклин, Леонид Казимир. Сегодня «Славу» театр составляют имена корифеев сцены Галины Холопцевой, Антонины Баулиной, Владимира Красотина, Татьяны Ефановой и многие другие. В 2006 году в труппу театра влилась молодёжь, окончившая Чувашский государственный институт культуры и искусств. У нас настолько высоко творческий потенциал нашей труппы, что я, как главный режиссёр, еле успеваю выкидывать туда, в эту топку, пьесы. Притом такие пьесы надо бросать, чтобы они не останавливались на одном месте, а выросли, росли. Это моя задача. И сейчас я, понимаете, иногда думаю, зачем надо было так делать? Сидел бы спокойно. А теперь посмотрите, допустим, да, ну, Чайка, преступление, наказание. Дальше куда найдёте? Ну, конечно, Гамле. Ну, конечно, Гамле. Сегодня, на данный день, на данный момент, у меня очень мощные трупы. Очень мощные. Где-то, я даже не скажу, что 100%, нет, 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 но где-то 80% готовы делать всё. И среднее поколение Блинкина, Боровкова, Валов, Горюнов. Это, дай бог, каждому. И ты, Тырлов. Это очень хорошо, что, понимаете, ранее разнобойные, разные. Я горжусь моей труппой, конечно. Сегодня на сцене русского драматического театра от классики до самых смелых современных открытий. Шекспир, Пушкин, Гоголь, Достоевский, Островский, Булгаков. Из года в год мы выпускаем по пять спектаклей. Это самое... Играем старый репертуар. Но мы спектакли кое-как исписываем. Но всё у нас репертуар обогащается, обогащается, а декорацию ставить-то некуда. И у нас получают декорацию везде. И под дождём, и на улице, и на сцене. В общем, вот это очень большая проблема, которую хотелось бы решить, эту проблему, конечно. Сейчас в театре имеются две реквизиторские. В одной – постоянно играющие костюмы, во второй – так называемые списанные, но иногда возвращающиеся на сцену. В этом цеху уже почти 10 лет трудится Екатерина Иванова. Дело своё очень любит, и любовь эта взаимная. Екатерине приходится держать в голове тысячи различных мелочей. Как что погладить, что утюгом, что паровой машиной, знать свойства тканей, свойства отделок. Помнить, что если сдаёшь в чистку, отпари пластмассовые камни, а стеклянные можешь оставить. Каждый спектакль надо знать, где какие костюмы. Вот повесим, вот у нас костюмы тут. Вот вишневоды, например, в одно место повесим. Другое, другой, там другой спектакль. Каждое утро приходим на репетиции, например, мы на репетиции там готовим, что что надо, и на вечерной мы готовим спектакли. Кладимся, посмотрим, опуху почистим. К вечеру уже у нас костюмы уже готовы. Екатерина вместе с труппой на гастроли выезжает. Коих, правда, в последнее время не так много, как хотелось бы. Но русский театр ежегодно принимает участие в Международном фестивале русских театров Республик России и зарубежных стран «Мост Дружбы» в городе Йошкар-Ала. Кстати, многие наши постановки становились неоднократными победителями этого фестиваля. Участие в республиканском театральном конкурсе «Узорчатый занавес» также стало для театра традиционным. Сейчас в репертуаре русского драматического 25 спектаклей. Семь из них для маленьких зрителей. И практически всегда постановки идут при полных залах. Ну, вообще, посещать театр – это очень классно, потому что, на самом деле, идет одухотворение, себя. Сюда я пришел на преступление, на Казань. Я очень люблю смотреть на людей, которые хорошо играют, и поэтому я выбрал русский драматеатр. Нам нравится русский драматеатр. И потом сейчас вот репертуар такой классика. Начали ходить, а до этого какой-то перерыв большой был. Первый раз был в Чувашском драматеатре. Сейчас пришел в русский театр. Пьеса понравится. «Преступление и наказание» хочу. Читал в детстве, сейчас посмотреть хочу, как играют. Думаю, будет интересно. Лучше, чем в кино. Ну, покажите мне путь мой! Тогда я крикуюсь от этой проклятой мечты своей! Свобода! Свобода! Театр – это как зеркало. Можно увидеть, но нельзя потрогать. Зато можно почувствовать. Почувствовать всей душой. Боль и страдания героя. И, возможно, осознать для себя, что все наши проблемы – это не проблемы, а лишь маленькие неприятности, которые всегда можно решить. И в заключении хочу вам пожелать – ходите в театры чаще, смотрите хорошие пьесы, растите духовно. Благо, что для этого у нас в республике есть масса возможностей. Чтобы принять участие в «Летописи столицы», вам просто необходимо написать о своем желании на электронную почту tv-ntrk21.ru с пометкой «Летопись столицы» и включиться в нашу команду. Пишите, будем рады. Присылайте ваши фотографии, сделанные много лет назад на улицах города Чебоксары, к нам – на национальное телевидение «Чувашия». Эти фотографии увидят жители нашей республики. Вместе мы создадим «Летопись столицы». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова